На этой неделе в Красном море произошло нечто гораздо более масштабное, что почти не получило никакого внимания. Россия и НАТО вступают в войну. На самом деле это уже происходит, и это происходит не конкретно в Украине. Так что мы поговорим об этом во втором. Но сначала, в тот самый момент, когда кибератака была совершена на мост в Балтиморе, что привело к закрытию одного из самых важных портовых городов Америки. Россия объявила, что Соединенные Штаты и Великобритания были активно вовлечены в теракт в Московском театре. Ты хочешь сказать, что это правда? Ты хочешь сказать, что ЦРУ направила миллионы долларов в криптовалюте на Украину для финансирования этой операции? Убирайся отсюда. Ты серьезно? Ты имеешь в виду то же самое ЦРУ, которое убило президента Кеннеди и свергло Ричарда Никсона, сделало бы что-то настолько гнусное? Я не могу в это поверить ни на секунду. О, подожди, да, я могу. Да, я так и делаю. Мы поговорили с человеком, у которого был доступ к все еще скрытым документам. Этот человек был глубоко знаком с тем, что в них содержалось. Мы спросили этого человека напрямую, имела ли ЦРУ какое-либо отношение к убийству Джона Ф. Кеннеди, американского президента? И вот какой ответ мы получили дословно, цитирую, ответ «да». Это человек, обладающий прямыми знаниями об информации, которая в очередной раз скрывается от американской общественности. И ответ, который мы получили, был однозначным. Да, ЦРУ было причастно к убийству президента. Полковник МакГрегор, бывший советник Пентагона при министре обороны, сказал мне на этой неделе, что ЦРУ на 100% стояло за нападением в Москве. ЦРУ и Ми-6 активно вовлечены в этот террористический заговор внутри Москвы. Как вы думаете, какова цель разведывательного сообщества в Вашингтоне? Ну, ЦРУ уже давно является мошеннической организацией. Некоторые люди говорят, что оно вышло из-под контроля еще в 60-е годы. Русский народ взбешен. Они разгневаны. Они хотят крови. Эмоции в России накалились до предела. Итак, российские следователи заявили в четверг, цитирую, следователи подтвердили информацию о том, что крупные суммы денег в криптовалюте, которые получили исполнители теракта, были выведены на Украину. Эти средства были использованы при подготовке преступления. Это было сделано с помощью Соединенных Штатов и Великобритании. Таким образом, США и Великобритания помогли осуществить масштабный теракт в Москве, в результате которого погибли 140 человек. И почти одновременно с этим огромное грузовое судно, перевозившее сотни тысяч фунтов опасных химикатов, врезалось в Балтиморский мост, на месяцы, если не на годы, закрыв порт. По некоторым оценкам, на пять лет. И вчера мы узнали, что у Пентагона есть несколько важных судов быстрого реагирования, которые сейчас застряли в гавани. Они не могут двигаться. И они нужны нам на случай войн. Я люблю хорошее совпадение. НЦП подтвердило, что они восстановили черный ящик, и в нем отсутствовали две минуты жизненно важной информации. На 124,59 секундах. На аудиозаписи с аудиомоста корабля было записано множество звуковых сигналов тревоги. Примерно в то же время данные датчика VR перестали записываться. Да, нам нужны всего две минуты. Прошло, не записано. Журналистка Лаура Логан говорит, что ее источники в разведывательных агентствах Байдена подтвердили, что это была кибератака. Почему ты выходишь к микрофону и говоришь стране, что это не терроризм, когда твои собственные разведывательные агентства говорят тебе, что это так? И я знаю, что это так, потому что я не выдумала это. Это не мои слова, верно? Я разговариваю с людьми, которые находятся внутри, некоторые из которых находятся на действительной службе, некоторые из которых находятся в отставке, и буквально все. От критически важной инфраструктуры в Министерстве внутренней безопасности до разведывательных агентств, знают, что другого выхода нет. Это? Это кибератака на критически важный инфраструктурный коридор для Соединенных Штатов. Да, все это происходит прямо сейчас. Но, конечно же, основные средства массовой информации игнорируют это. В сегодняшнем шоу есть сегменты о весенней уборке вашего дома. Мы вернулись к восьмому, 13 с сегодняшней весенней уборкой. Да, дерьмо попало в вентилятор, и они больше не могут этого скрывать. Мы находимся в состоянии войны, и нигде это не проявляется так очевидно, как на Красном море между Россией и Францией. Россия угрожает Франции, что если вы отправите войска на Украину, как вы и планируете сделать, это принесет смерти и разрушения во Францию. Это их слова, а не мои. На этой неделе Россия впервые отправила несколько крупных военных кораблей в Красное море. Это был прямой ответ Франции. Если вы хотите посмотреть, как отчаявшаяся терпящая крах страна втягивает нас всех в Третью мировую войну, обратите внимание на Францию. Президент Макрон в последние несколько недель отчаянно пытается спасти Францию, угрожая России. Почему он это делает? Что здесь происходит? Что же, давайте посмотрим на Африку и на историю, которую никто не освещает. Когда-то Франция владела Африкой. В течение многих поколений Франция контролировала и эксплуатировала огромные природные ресурсы африканских стран. Франция может существовать как современная сверхдержава только в том случае, если она сможет грабить уран, литий, золото, серебро, олово и все виды драгоценных минералов из Африки. Если они не смогут этого сделать, то с ними будет покончено. Больше, чем любая другая страна в мире, Франция зависит от урана для питания своих атомных электростанций. Почти 70% их электроэнергии вырабатывается на атомных электростанциях, и весь их уран добывается в Нигере в Африке. Несколько лет назад начали появляться трещины. В бывших французских колониях вспыхнули мятежи, совсем недавно в Нигере, Конго и других странах. Заявивших, что с Францией и марионеточными правительствами, которые вы установили в наших странах, покончено. Что они насилуют нашу страну и отправляют дешевые полезные ископаемые во Францию. Убирайтесь из наших стран. Позвольте нам сохранить наши собственные полезные ископаемые. То, чего хотят люди, это вернуть себе свое богатство, свой уран, свое золото, свое железо, свой фосфат, свою нефть, свой газ. И это пугает Запад. Видите ли, все эти ресурсы находятся в очень важной зоне здесь, в Африке, в регионе Сахель. Между огромной пустыней Сахары и густыми лесами африканских тропических лесов находятся полоса полузасушливых лугов. Известный как Сахель, этот ландшафт является одним из самых продуктивных сельскохозяйственных регионов Африки. В прошлом году эти страны заявили, что им нужна военная помощь, чтобы помешать французам грабить наш уран. Они наняли российскую группу наемников, известную как группа Вагнера, ранее находившуюся под руководством генерала Прогона. Прогон, конечно же, сейчас мертв. Теперь Путин включил силы Вагнера в состав регулярной российской армии. Теперь это российские войска. И тысячи из них находятся в Африке, прямо противостоя тысячам французских войск, которые находятся в Сахеле. Франция говорит, что мы здесь не для того, чтобы грабить ресурсы. Мы здесь просто для того, чтобы остановить террористов. Остановить террористов. Конечно. Нигер говорит, что это не так. Вы здесь для того, чтобы грабить наши ресурсы и установить марионеточное правительство. И люди, которых вы называете террористами, это те, кто выступает против вашей незаконной оккупации нашей страны. Шесть переворотов за три года. Судан, Чад, Буркино, Фасо, Гвинея, Нигер. Все это для того, чтобы сбросить оковы французского неоколониализма. В настоящее время этот регион охвачен огнем, и Франции есть что терять. Вот почему они так отчаянно пытаются выжить. Вот почему Макрон так яростно угрожает России в последние несколько недель, угрожая вести французские войска на Украину. Если он это сделает, Путин поклялся смертью и разрушениями Франции. Франция так отчаянно пытается выжить, что втягивает всех нас в мировую войну. Кстати, как вы думаете, это просто закончится кибератакой на Балтиморский мост? Нет, это не так. Это предупредительный выстрел в сторону Соединенных Штатов. Вы только что помогли организовать террористическую атаку в Москве. Если мы не остановим это, все погрузится в хаос. Это новостная часть сегодняшнего видео.